Добрый день всем пользователям сайта Комсомольская Правда. Сегодня у нас в гостях главный врач стоматологической клиники Стомат Гарант Виталий Валерьевич Никитюк. И тема нашей конференции плюс и минус имплутация зубов. Добрый день. Так, вопрос от наших читателей. Первый вопрос задает Игорь. Мне осенью удалили зуб, но поскольку он находится близко к пазухе, сказали, что имплант ставить нельзя, но только мост. Может быть есть еще какие-нибудь варианты? Я слышал, что сейчас выращивают искусственные зубы. Либо можно еще что-нибудь придумать. Ну, хочу сразу начать с того, что мне, скажем так, ситуаций безвыходных не бывает. То есть в любом случае есть какой-то выход. Если же у пациента сложилась такая клиническая ситуация, при которой сразу же невозможно одномоментно установить имплантат, существуют методы решения, скажем, этой задачи. А какие именно? Это наращивание кости. То есть можно увеличить объем кости до необходимого уровня и, соответственно, провести дентальную имплантацию. Бывают моменты, когда это можно совместить непосредственно с установкой имплантата. То есть как бы провести две операции в одну. Сразу же поставить имплантат и нарастить искусственную кость. И единственное, что может воспрепятствовать такой процедуре совмещения, это практически отсутствие какой-либо кости у пациента. К сожалению, такие ситуации тоже бывают, когда очень и очень мало кости, там практически такие, те же костные. Поэтому в этой ситуации придется пойти более длительным путем. Сначала нарастить кость, а потом только через полгода, как минимум, установить дентальные имплантаты. Поэтому в данной ситуации больше зависит от пациента, готов ли он, например, пожертвовать определенное количество времени своего на выход из сложившейся ситуации. Если готов, без проблем. Конечно, мостовидная конструкция, быстро все зубы обработали, обточили, так сказать, и сделали мостовидную конструкцию. Это быстро, но вы теряете при этом свои красивые, зачастую красивые зубы ради того, чтобы возместить появившееся в дуфе. Что касается вопроса по выращиванию зубов, который задал пациент, то да, существует такая технология, но она еще в виде экспериментов. То есть это пока в широкие массы еще не внедряется. Поэтому все это только эксперименты. Но такое действительно есть. Следующий вопрос от Ринаты. Добрый день, Виталий. Подскажите, какая конструкция при протезировании необходима? У меня удалена шестерка, оба соседних зуба здорово, обтачивать жалко. Как раз, да. Вот видите, как раз задал вопрос пациентку по такой ситуации. Значит, в данной ситуации это классический пример того, когда лучше всего поставить дентальный имплантат. Лучше и с точки зрения физиологии, и с точки зрения экономики для пациентов. Потому что это тоже немаловажный вопрос. Если же взять процедуру подготовки опорных зубов, да, в этой ситуации, то есть пролечить корневые каналы, подготовить зубы к опорным коронкам, и потом изготовить конструкцию металлокерамическую, то, естественно, эстетически это будет выглядеть, ну, может быть, и удовлетворительно. Вот. Но физиологически уже будет нарушена, да, скажем так, та природная, изначально заданная сила, с которой эти опоры будут нести нагрузку, она будет превышать, допустимое. Поэтому в этой ситуации идеальным было бы поставить один имплантат, изготовить на него коронку, при этом сохранив свои природные зубы, да, скажем так, и природную красоту своих зубов. Потому что какой бы ни был имплант хорош, но существуют и, ну, такие недостатки, да, а какие именно. Например, имплантат не имеет природного, да, соединения с костью. То есть мы не ощущаем, накусывая на имплантат, мы не ощущаем силу, с которой мы это делаем. То есть, соответственно, полнота ощущений исчезает в данной ситуации. Поэтому, но, с другой стороны, имплантат намного более природно передаёт жевательную нагрузку. Ежели его сравнивать, например, со съёмным протезом или с мастовидным, съёмный протез вообще на слизистую передаёт, что неприродно абсолютно на слизистую оболочку давление жевательное. Вот, мастовидный протез зачастую перегружает опорные зубы. А вот как раз имплантат, он передаёт на кость окружающую, на альвеолярную кость. Соответственно, предохраняет или же, скажем так, значительно уменьшает вероятность атрофии кости, то есть уменьшение её объёма. То есть, если у человека не вырвали зуб, то... Да, кость будет потихонечку атрофироваться. Она изначально от природы ориентирована на то, чтобы нести на себе нагрузку жевательную. И если эта нагрузка отсутствует, соответственно, эта кость будет потихонечку убывать. Потому что механическая нагрузка на кость является тем раздражителем, который приводит к тому, что организм более внимательно относится к этому участку. То есть, он поставляет туда питательные вещества, он кровоснабжение лучше организовывает в этой области. Соответственно, и убыль кости будет в этой ситуации минимальной. Следующий вопрос от Аллы. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот уже несколько лет у меня при открытии рта чувствуется щелчок и с трудом закрывается челюсть. У меня подвывик челюсти. Кому обращаться? К какой врач специализируется? Ну, я понял. Значит, в данной ситуации могу предположить, что проблема, естественно, это с височно-нижнечелюстным суставом. Почему щелчок? Потому что, возможно, есть нарушение в строении этого комплекса, то есть сустава. Он имеет очень много составляющих, которые, собственно говоря, дают возможность нам смещать челюсть вниз, вверх, влево, вправо. Вот. И вот если есть какие-то нарушения с одной или с другой стороны, да, то есть какой-то элемент этого сустава не выполняет полностью свою функцию, Вот. То, естественно, будут вот такие происходить неприятные моменты. Значит, по специалисту, естественно, этим должен заниматься врач-хирург-стоматолог. Есть, если конкретизировать, даже знаю специалистов, которые конкретно занимаются такими проблемами, они защитили диссертации по этим вопросам. То есть могу порекомендовать только обратиться к хирургу-врачу-стоматологу. Он, естественно, вас проконсультирует на эту тему и даст вам максимально полезный совет, как это все, скажем так, и обследовать правильно, и, соответственно, поставить диагноз правильно. Следующий вопрос у нас от Богдана. Добрый день. Скажите, пожалуйста, из какого материала корневая часть импланта? Можно ли сделать аллерготест на данный материал, так как у человека аллергия на многие металлы? Значит, естественно, аллерготест будет полезен в любой ситуации, да, тем более, если есть подозрение, что, возможно, аллергическая реакция, и дабы в дальнейшем после операции уже не констатировать отторжение имплантата, а, скажем так, принять все меры, чтобы он все-таки прижился, лучше провести этот аллерготест. Имплантаты изготовлены в основном это титановые конструкции, то есть они максимально гипоаллергенные, то есть можно сказать, или же, если быть проще, да, то они не вызывают никаких со стороны организма аллергических реакций. Это изначально было задумано еще очень давно на стадиях разработки этих всех конструкций. Вот. Есть варианты, когда дентальный имплантат изготавливается из циркония. Это абсолютно, скажем так, биологически, да, инертный материал, то есть биоинертность у него абсолютная. Такие имплантаты рекомендуются как раз в случаях, когда у пациента есть склонность к аллергии на металлы. Также этот имплантат обладает более высокими эстетическими качествами и рекомендуется, когда отсутствуют какие-либо зубы фронтальной области, то есть передней части. Почему? Потому что он практически прозрачный, этот имплантат, и после операции, после протезирования не бывает таких, ну, скажем так, недостатков косметических в виде просвечивания из-под слизистой, вот, серенькой такой части импланта, потому что титановые имплантаты, они имеют серый оттенок. Ирина интересуется. Здравствуйте. Расскажите, насколько болезненна процедура имплантации зубов? Какова вероятность отторжения? Нужна ли после имплантации иммуносупрессорная терапия? Значит, начну с последнего, с иммуносупрессорной терапии. Значит, абсолютно не требуется в данной ситуации иммуносупрессорная терапия, так как такие варианты подавления иммунной системы приемлемы только в тех случаях, когда происходит трансплантация, да, то есть там, где взят какой-то биологический материал, имеющий свою биологическую структуру, да, то есть антигенную структуру, вот. Соответственно, в этой ситуации организм однозначно ответит отторжением, потому что для него это будет инородное тело. Что касается дентальных имплантатов, да, и различных материалов, которые используются при костных пластиках, да, при непосредственной имплантации, эти все материалы не имеют вот этой биологической своей структуры, то есть не имеют антигенной структуры. Соответственно, организм на нее, он просто как бы не видит, да, в виде этих инородных тел какого-то соперника, скажем так. Вот. Соответственно, осложнения, которые, возможно, могут возникнуть, да, после имплантации, они больше связаны не с самой структурой внесенного, да, материала или самого импланта, а связаны больше там с инфекцией, да, то есть инфицирование может привести, или же, скажем так, ну, нарушение определенных правил септики, антисептики. Вот такие моменты. Или же техника установки, да, была там нарушена. Соответственно, и будем иметь осложнения. Подавлять иммунную систему в этом случае ни в коем случае нельзя. Наоборот, ее нужно стимулировать, чтобы, теоретически допуская попадание какой-либо инфекции, чтобы организм спокойно с ним смог справиться и все. Как антиген, все материалы не имеют, скажем так, такой особенности, чтобы вызвать какую-либо реакцию.